Из 127 проверенных объектов 94 незаконные. Таковы итоги рейда в Алуште, который в курортном городе провел заместитель председателя Совета Министров Руслан Бальбек. С проверкой он нагрянул без предупреждения. Как Алушта встречает туристов, а предпринимателей проверяющих, расскажет Екатерина Сабинина. Точка на набережной – мечта любого предпринимателя. Хорошая проходимость, да и цену можно накрутить. Туристы ведь народ неприхотливый. Сертификаты качества и правоустанавливающие документы отдыхающие, как правило, не требуют. Им все равно, кто, где и чем торгует. Заместитель председателя Совета Министров Республики Руслан Бальбек по поручению главы Крыма Сергея Аксенова без предупреждения приехал разобраться в деятельности местных предпринимателей. Сюрприз удался. Местные бизнесмены разбежались кто куда. Мои впечатления, конечно же, ужасающие, потому что либо закрывают перед проверкой это объекты, то есть я как понимаю, что кто-то информирует, кто-то инструктирует. Должностные лица имеют к этому отношение, в том числе и представители правоохранительных органов, потому что не верю в то, что невозможно побороть. Административные наказания торговцам как с гуся вода. На время проверки они просто бросают свой товар, либо открещиваются от него. Как только проверяющие уходят, мини-аттракционы или торговые палатки вновь появляются на том же месте. На таких упорных бизнесменов у правительства своя управа. Тир, который уже второй раз будут демонтировать, но на данный момент также по той же процедуре, по выявленному бесхозу, то есть на ответ хранения сейчас это сооружение будет демонтировано. Руслан Бальбек также посетил рабочий уголок Солнечногорское, Малореченское и Рыбачье. Последний курорт может по праву стать центром депрессивного туризма. Рядом с элитными эллингами расположились заброшенные здания. Но самая большая проблема – отсутствие канализации. Нечистоты сливают прямо в море. Если температура воды поднимется, говорят местные жители, экологической катастрофы не избежать. В качестве сувениров туристы увезут с собой кишечные палочки и другие инфекции. Торговые точки и увеселительные заведения вряд ли смогут завлечь отдыхающих. Законность работы многих под большим вопросом. Восток Алушты – это Рыбачье, Солнечногорское и Малореченское. Конечно же, здесь страх Божий, то есть ряд объектов, которые не имеют правоустанавливающих документов. Какие-то из них получили через решение судов еще в украинский период право собственности на объекты, не имея под собой землю. Естественно, очень много сомнений в отношении законности данных решений судов. И уже успели получить право собственности. Конечно же, будем разбираться. О каждом выявленном факте нарушения закона Руслан Бальбек доложил главе республики. Чтобы не быть голословным, проиллюстрировал увиденное фотографиями. Создавайте комиссию. Я привлеку туда правоохранителей. Комиссия будет работать в закрытом режиме в данном случае, не оповещая на местах никого с точки зрения выезда в конкретное место, с тем, чтобы никто не мог подготовиться. По действиям должностных лиц, как в Алуче, так и в других регионах, которые не предпринимают конкретных шагов на освобождение набережных, в данном случае, по пресечению незаконной торговли, значит, будем принимать организационные меры. По правоохранителям отдельно будет служебное расследование. Работать в органах власти люди, которые в данном случае палец о палец не ударили и не хотят предпринять конкретных шагов для наведения порядка, не будут. Глава республики поручил провести тотальную проверку всех курортных городов Крыма до 20 июня, чтобы выявить не только незаконные объекты на прибрежной территории, но и местных руководителей, которые не хотят делать Крым лучше. Екатерина Сабинина, Иван Ковалев. Время новостей. Алушта. Субтитры подогнал «Симон»